До приезда гостей таинство освещения объекта. После молитвы батюшка окропил стены огромного помещения святой водой. На долгую, успешную работу. Далее без морских традиций не обойтись. Парадную ленточку перерезали руководители предприятий и ведомств, чьими стараниями в рыбном порту появился новый транспортно-логистический комплекс. Прямо у причала, готовый принять 12 тысяч тонн рыбопродукции. То есть кран, эстакада и холодильник. Это уже и экономия времени, ну и во-вторых, все-таки 12 тысяч тонн для Мурманска, для первого грузового района. Это, наверное, та отдушина, которую ждали долгие-долгие годы. Не секрет, что в основном все холодильники, которые были у нас в районе порта, это все находятся там, на южных причалах. На территории рыбного порта порядка 50 тысяч тонн сегодня можно хранить рыбопродукции. Этого объема было, ну как показала практика, явно недостаточно. Я думаю, этот объем в настоящее время обеспечит полностью 100% хранение рыбопродукции на территории Мурманска рыбного порта. Комплекс строился год. Теперь за неказистым фасадом немецкие технологии. Рыбу можно морозить до 25 градусов, что существенно увеличивает сроки хранения продукции, поскольку стандартный предел минус 18. На месте нового современного комплекса прежде действовали переработка и морозильные мощности. В своей работе они использовали аммиак 40 тонн. Случись авария, и все живое было бы уничтожено в радиусе 15 километров. Сейчас эта потенциальная угроза ликвидирована. Работой выполнил подрядчик из Самары, уже имеющий опыт строительства огромных холодильников в Архангельске и на Дальнем Востоке. Но там заказчики пользовались собственными средствами, а Мурманскому рыбокомбинату помогла госкорпорация «Росагролизинг». Цена вопроса – 36 миллионов рублей. Недорого для такого объекта. Сэкономили как минимум 20 миллионов, благодаря эксклюзивным договорам с поставщиками. Мы учли все пожелания заказчика. Мало того, что мы внесли сюда очень много новшеств, которые сейчас в мире применяются. Заказчик об этом не знал, что это можно было применить. Здесь это все применено и введено в эксплуатацию с сегодняшнего дня. И возможность постройки этого объекта произошла только благодаря нашим взаимоотношениям с «Росагролизингом». «Росагролизинг» – это на сегодня ведущая компания России, где сконцентрированы лучшие специалисты, где сформирована идеальная государственная политика на возрождение умирающих предприятий. Возможно, госкорпорация примет участие в реализации проекта «Мурманский морской транспортный узел» на территории первого грузового района Рыбного порта. Переговоры ведутся. Первые же суда под выгрузку продукции уже в пути. Алексей Ёлкин, Алексей Набокин, Вести Мурман. Редактор субтитров А.Семкин